Добрый день, уважаемые зрители! С вами, как всегда, Юрий Бочаров на канале Турагентства В Отпуск. Сегодня я покажу вам отель Allian Family Resort & Spa Riviera. Находится в Анапе на второй береговой линии. До пляжа отеля 350 метров. Переходим дорогу, это, кстати, Пионерский проспект. И дальше 5 минут неспешным шагом. Пляж у отеля собственный, полностью оборудован, лежаки, зонты, пологий вход в море. Для детей подойдет идеально. Есть снэк-бар, детский клуб и площадка для пляжного волейбола. По расположению это не совсем центр города. До центрального парка Анапы километра 3. Из развлечений недалеко отсюда есть дельфинарий. Перед входом прокат велосипедов. Первые 3 часа бесплатно, дольше за дополнительную плату. Для входа в отель вам выдадут ключ-браслет. Он же является ключом от вашего номера. Кстати, старайтесь его не терять. Штраф 1000 рублей. Этот сетевой отель принадлежит сети Алиан. Как и другие 3 отеля этой сети, ориентирован на семейный отдых, на отдых с детьми. Поэтому на территории много различных детских площадок с качелями, лестницами, горками. Есть аквапарк с детской зоной для самых маленьких. И целая масса анимационных программ. Конкурсы, соревнования, детские шоу-программы. И несколько детских клубов, разделенных по возрастам. Есть 2 зоны с бассейнами. Первая сейчас перед нами. Расположенная недалеко от входа в отель и от основного корпуса, где находится рецепшн и основной ресторан. Несколько открытых бассейнов есть с подогревом, горки, много лежаков, зонтов и, конечно, снэк-бар. Рядом большая площадка для проведения анимационных программ. Вторая зона с открытыми бассейнами находится в противоположном конце отеля. Чуть позже ее покажу. И это очень удобно. Какой бы корпус вас не поселили, идти до ближайшего бассейна будет недалеко. Перед нами открытый бассейн с подогревом. Так что даже в холодное время вы здесь сможете полноценно отдохнуть. А это пул-бар. Учтите, что все напитки в этом баре платные. И снэк-ля-террас. Он входит в концепцию «Ультра все включено». Здесь можно бесплатно перекусить с 11 до 18. Пицца, слойки, круассаны, блинчики, венские вафли и сосиски. Из напитков только безалкогольные. И несколько столиков в тени сосен. Двигаемся от бассейнов к выходу из отеля и по пути находим игровую террасу. Настольный теннис, аэрохоккей, футбол, американский и русский бильярд. Напротив игровой террасы есть еще один снэк-бар «Бон Аппетит». Рыба, курица, овощи на гриле, чебуреки, пирожки, картофель фри, попкорн и мороженое. Из напитков, кроме безалкогольных, здесь уже пиво и вино. Это рецепшн отеля, служба размещения. Лобби-бар, но все напитки здесь за дополнительную плату. Красивый холл, ничуть не хуже лобби пятизвездочного отеля этой же сети «Алиан Давиль». Еда. Отель работает по концепции «Ультра все включено». Трехразовое питание по системе «Шведский стол» в основном ресторане «Ривьера». А при полной его загрузке открывают еще один ресторан «Азур». Открытая выкладка, реально а-ля Турция. Есть все – супы, мясо, овощи на гриле, гарниры, курица, помидоры, огурцы, салаты, зелень. И что мне особенно понравилось – это то, что здесь еда традиционная. Я бы даже сказал домашняя. Есть даже пельмени, колбаса, мясная нарезка, сыры, рыба. Еда дублируется в разных частях основного ресторана, благодаря этому нет очередей. И, конечно, огромный выбор кондитерских изделий, десертов, бисквитов и прочей не совсем полезной, но очень вкусной еды. По алкоголю здесь пиво и вино в свободном доступе. Просто подходите и берете. Джемы, варенье, мед. Зал просторный, мест хватает всем. Есть отдельная детская зона с маленькими столами и стульями. Фрукты. И очень большая открытая терраса с огромным количеством посадочных мест. Выделенный стол для диетического и здорового питания. Территория отеля большая, 80 тысяч квадратных метров. Огорожено охраняемое много деревьев, газоны, клумбы с цветами, беседки и пруд с живой рыбой. Дорожки вымочены тротуарной плиткой. Всего 11 трех-четырехэтажных корпусов. Один из них соединен переходом с корпусом шато, в котором располагается служба размещения, основной ресторан, спа-салон и ночной клуб. Этот корпус рекомендую тем, кто будет отдыхать здесь зимой или осенью, чтобы не ходить мокрым из спа-центра по улице. Кстати, в спа-комплексе есть крытый подогреваемый бассейн с гидромассажем. А в 2019 году в отеле открылся термальный комплекс. И вот мы с вами подошли к амфитеатру. Здесь вечером проходят концерты и развлекательные программы. Обратите внимание, как много сосен на территории. Запах потрясающий, как будто в лесу находитесь. А это самые дальние номера. Но они вполне удачно расположены. Рядом с ними вторая зона с бассейнами. Вот они, большой бассейн с подогревом, комплекс водопадов. И прямо из бассейна есть доступ к бару. Много лежаков вокруг. Бассейн работает с 8 утра до 8 вечера. А этот бар входит в концепцию «Ультра все включено». А те напитки, что платные, обозначены таким крупным значком рубля. Так что не промахнетесь. Номера, к сожалению, показать не смогу. Но на мой взгляд, они вполне стандартные. Ничего необычного. Попроще, чем в Давиле, но получше, чем Биарец. Если кому интересно, ссылки на обзоры этих отелей оставлю в описании под видео. На сайте отеля сказано, что интерьеры номеров выполнены в стиле Прованс. Я, честно говоря, в этом ничего не понимаю. Обычные номера, простой ремонт, но вполне соответствуют четырем звездам. Есть все необходимое и выглядят они вполне свежо. По площади есть разные номера. От 11 квадратных метров в одноместных номерах до больших трехкомнатных фэмили сьют площадью 62 квадратных метра. Дети до 12 лет на дополнительных местах размещаются в отеле совершенно бесплатно. Кстати, в остальных отелях City Allian действует то же правило. Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля, во всех номерах и даже на пляже. Еще одна детская площадка. Интересная особенность – детских площадок не просто много, а они все разные. Можно каждый день ходить на новую площадку. И вот это, на мой взгляд, самое интересное. И рядом с ней детское кафе «Карамелька». Такая же кондитерская есть в других отелях Allian. Без алкогольные напитки, молочные коктейли, мороженое, попкорн, фрукты, соки, баночное питание, выпечка и другие сладости. И вот еще одна площадка с качелями и горками. Это однозначно в первую очередь детский отель. Но имейте в виду, ночной клуб здесь тоже есть. А для желающих поправить свое здоровье в отеле есть тренажерный зал и спортивная площадка на открытом воздухе. А для тех, кому спортзал уже не поможет, есть полноценный медицинский центр. Специализируется на лечении заболеваний дыхательной, опорно-двигательной и периферической системы и заболеваний кожи. Здесь вы можете приобрести как разовые медицинские процедуры, так и пройти полный курс лечения по одной из выбранных программ. Итак, друзья, краткое резюме по отелю Allian Family Resort Riviera. Я считаю, отель реально достойный, составляет конкуренцию турецким пятеркам. Большая территория, хорошая еда, качественный сервис, красивые номера, много бассейнов. Конечно же, питание ультра все включено, поэтому я вам этот отель однозначно рекомендую. Если это видео оказалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие обзоры отелей в Турции, России и других странах. Уже сейчас на нашем канале более 240 обзоров отелей. Всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч!